Сегодня ровно 100 лет с начала Первой мировой. 28 июля 2014 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Тем самым развязала один из крупнейших вооруженных конфликтов в истории. Телеканал РБК подготовил серию специальных репортажей, посвященных Первой мировой. Они будут в эфире в течение всей недели. Но сегодня о роли Российской империи в конфликте. Дворцовая площадь Санкт-Петербурга. 20 июля 1914 года по старому календарю. С балкона Зимнего дворца император Николай II зачитывает манифест о вступлении России в Первую мировую войну. Тысячи петербуржцев, собравшиеся на площади, встречают это известие с ликованием. Мало кто предполагал тогда, насколько масштабными и судьбоносными будут последствия этого события. Вооруженный конфликт затянется на долгих 4 года. В окопах погибнет полтора миллиона русских солдат. А сама война приведет к падению монархии и распаду империи. Известие о начале войны вызвало подъем патриотических настроений, манифестаций и демонстраций в поддержку этого решения. Хотя, конечно, нельзя сказать, что это отражало взгляды большинства населения России. Но поскольку Петербург действительно был имперской столицей, и здесь имперские интересы и представления о роли России были близки довольно многим, то, конечно, манифестации выглядели достаточно внушительно и были довольно массовыми. Советники императора были уверены, они все просчитали. Военные расходы не разорят российский бюджет. Выпуск промышленной продукции с 1900 по 1913 годы вырос более чем в два раза. В последние четыре года перед войной были собраны хорошие урожаи, которые дали казне лишние полтора миллиарда рублей. Но главным стимулом, побудившим Россию вступить в войну, стали не столько хорошие экономические показатели, сколько идеологические мотивы. Страна жила идеей неопонславизма – объединения славянских народов. Именно поэтому она так смело ринулась защищать маленькую Сербию от хорошо вооруженных немецких и австро-венгерских полков. Ненависть к Германии была какая-то запредельная, да, необъяснимая абсолютно. Да, на фронтоне посольства стояли два таких больших тефтона. Вот их оттуда, по-моему, сбросили, такие каменные статуи, да. И газеты, вместо того, чтобы прийти в ужас от этого, да, на самом деле называли это торжеством русского национального духа. И очевидно, что поддержали, в общем, эту довольно странную акцию. Причем немецкие погромы, они случились не только в Петербурге, шли по всей стране. Военные расходы превысили предварительные расчеты. Каждый день войны в 2014 году обходился российскому бюджету в 10 миллионов рублей, а в 2015-м уже в 24 миллиона. Тем не менее, рост промышленного производства продолжался за счет отраслей, работавших на оборонку. А крестьяне Сибири и Черноземья продолжали собирать богатые урожаи. Россия поднималась невероятно. Единственная страна, которая не ввела карточки на рациональное использование питания. Только на сахар были карточки. А на все остальное нет. А в Германии уже был голод. А в Англии, во Франции было предголодное существование, а в России нет. По донесению департамента полиции, например, в Нижегородской губернии, есть исследования нижегородских историков, крестьяне так хорошо жили, что впервые стали покупать шоколад, например. Ситуация изменилась к 1917 году. В войну вступила Турция, что закрыла для России проливы Босфор и Дарданеллы. Навигация через северные порты, Архангельск и Владивосток в зимнее время была ограничена. Российская империя оказалась в экономической блокаде. Военные расходы росли, и правительству пришлось включить печатный станок и повысить налоги. Цены на основные товары выросли в 4-5 раз. Инфляция и дефицит. Пока верхи не могли с ними справиться, низы не хотели с этим мириться. Забастовочное движение ширилось. Временное правительство, пришедшее к власти в результате февральской революции, не смогло справиться с кризисом. Пришедшие им на смену большевики заключили с Германией сепаратный мир. Россия проиграла, так считалось, долгие годы. Спустя десятилетия историки изменили взгляд на эти события. Большевики врали, что Россия проиграла Первую мировую войну. И по сей день в нашем обществе, в демократическом, свободном обществе, существует мнение глубоко невежественное, что мы проиграли. Мы не проиграли. У нас началась революция, и мы рухнули. Но это не проиграть войну. Несмотря на войну, которая съедала почти все доходы, в России за это время в 2,5 раза вырос выпуск товаров в химической и машиностроительной отраслях. Металлообрабатывающая промышленность выросла в полтора раза. А качество стрелкового вооружения, по мнению многих экспертов, не уступало западным образцам. Российской империи не хватило одного года, чтобы записать свое имя в число победителей. И чтобы начать восстанавливать экономику, подорванную затяжной войной. Участие о России в Первой мировой войне станет сегодня главной темой в программе Жанны Немцовой. Глобальный взгляд. Эфир в 15.35. Не пропустите. Продолжение следует...